Здравствуйте, дорогие друзья! Вы на канале Люксвилла и сейчас я расскажу вам, как быстро, но эффективно потратить свои 185 тысяч рублей! Будет максимально быстро, максимально долго, красиво, светодиодно! Встречайте! Сицибо Пантера 2, как его там в ноль! И 2.0, друзья мои, это не объем двигателя, нет-нет-нет! Здесь есть мощность электромоторов, их здесь два, полный привод и это умопомрачительный 10 киловатт! И как-то слово умопомрачительное и рядом 10 киловатт не то, да? Здесь умопомрачительные 10 тысяч ватт! Да, вот так лучше! И, короче говоря, 10 тысяч ватт снабжает своим мощным энергетическим потоком аккумуляторная батарея! Она, кстати, здесь на 50, ну а некоторые продавцы, особо прошаренные, указывают 52 ампер-часа на призматических элементах! Это такие прямоугольнички, квадратики, там все такое квадратненькое, интересное, как в Майнкрафте! Короче говоря, здесь есть на что посмотреть, но мы сейчас прокатились! Еще Владимир не делал максималку, просто как бы вот ехал сюда на площадку сниматься, нажал курок у офиса, Здесь его отпустил и ему все еще! Вот представляете, тут 3 километра не удалось разогнать максималку! Вот на этом отрезке тачки мешали! Представляете, машины мешали! 96 километров в час! И это была вторая передача! А есть еще третья! И Владимир попозже ее включит и покажет максималку! Не знаю как, но покажет! Короче говоря, это стоячий электросамокат, на который поставили седуху! Вот прям посмотрите, здесь ферма большая, тяжелая! Нужно сказать, что весь электросамокат, или наверное даже вот напишите в комментариях, может это уже электроскутер? А электросамокат это просто для утешения себя самого любимого! Но это скутер! Ну 10 киловатт, друзья мои! Вес почти 80 килограмм! Батарея, которой хватит далеко за 100 километров пробега! Сиденье с амортизатором! Вот с такой вот красивой, так сказать, подставкой! Посмотрите, как все сделано! Ну понятно, что над этим работали! Эти шайбы! И здесь есть ноу-хау, который я вижу вообще впервые! На самом деле, вот давай сами покажем! Вы все время пишите, ну как, такой мощный самокат, такие огромные колеса, он такой быстрый! И вы ставите спереди рулевую палку, стойку! Да она ж ломается при наборе скорости! Потом компания Сициба по многочисленным просьбам делает усиление, ставит сюда ферму, мощную, красивую, тяжелую, с многочисленными усилениями! И что вы пишите в комментариях? Да это же уродство! Да это же тяжелое! Но зато одно но! Оно ноу-хау! Вот покажи, Сань, сюда! Это ферма с регулировкой по высоте! Впервые, друзья мои, на электросамокатах ферма, рулевая стойка, казалось бы, нерегулируемая, а она регулируемая по высоте! Но для этого придется что сделать? Смотрите, сначала вы откручиваете все внешние болты, снимаете вот это вот прекраснейшее светодиодное чудо, после этого железно-металлическую вот эту вот ферму откручиваете и опускаете ровно на два деления, и после этого в обратном порядке одеваете все светодиодное сияние, ну, всего лишь день потратите, и все, сейчас, секунду, паузу, на-на-на-на! Короче говоря, муторно, достаточно долго, сложно, но сделать можно. Впервые, друзья мои, ферму можно отрегулировать по высоте. В остальном, такие вот решения мы с вами все видели на других самокатах, на гепардах, на М10-ах всяких и так далее. Ну, смотрите, давайте по фарам. Вместо кругленьких на первой версии и многочисленного ряда поставили нормальный светодиодный, в каждой фаре по три светодиода со светотеневой границей, и это хорошие фары. Они меньше нагреваются, у них алюминиевый корпус с радиаторами охлаждения, и они не слепят. Это самое важное, я сейчас включу и покажу. Мы включаем зажигание, включаем освещение. Я перепутал кнопки. Не включилось? Да что ж ты будешь делать? А, надо включить эту. Все, вот сейчас пойдет. Смотрите, сначала включаем дневной ходовой огонь. Красиво? Ну, вот это вот, напишите в комментариях, друзья, вот это как, нравится, не нравится? Или отрываем провод? Напишите в комментариях. И включаем следующее. Значит, дневной ходовой огонь мне нравится. Вот днем можно ездить вот так и никого не раздражать. А дальше просто какое-то сияние северное. Вот, посмотри, даже днем. Я вот сейчас специально отойду подальше. Ну, не, на самом деле не слепят вообще. Но вот здесь вот, когда вот сюда подхожу, идет некий блик от линз, и мне, конечно, бьет по фарам. То есть, короче, когда вы едете издалека, и на вас идут люди, вы не вызываете раздражение. А когда проезжаете близко, вам могут и ударить. Ну, вчера, кстати, был случай. Мы катали, и нам сказали, что мы заеб... В ответ я тоже сказал, что нас тоже. Пешеходы! Вы нас любите или нет? Напишите в комментариях, пешеходы. Я знаю, вы нас смотрите. Здесь по стойке все на быстросъемах. Вот они. Конечно, здесь очень много всякого оборудования. Ну, считайте сами. Подсветка, гидравлические тормоза, фары, их две штуки. И все это нужно как-то подвести к рулевому управлению. Вот сюда, где находятся пультики, со своими предохранителями. Все это сюда надо вывести, чтобы это работало, функционировало. И в случае чего, можно было сделать быстрый ремонт. Поэтому, да, копна проводов большая, что справа, что слева. Но все на быстросъемах подлежит удобному экстренному экспресс-ремонту. Ничего сложного. Дальше, по стойкам. Прекрасное. Об этом мы говорим каждый раз, когда видим на такой подвеске электробайк. Я вам сейчас покажу. Если, конечно, залезу. Дяденька, там меня видно, дяденька. Смотрим. Ну, действительно, даже слышно, как гидравлика там, слышите, переливается. На мой взгляд, мягковато. Но, на самом деле, кто я такой, чтобы рассуждать? Вот Владимир расскажет, есть ли воблинг на такой мягкой подвеске. Хотя мы с вами знаем, что вот на таких стойках воблинга не бывает. Траверсы. Толстые, хорошие. Но, как видим, их дополнительно никак не усиливали. Вот этот элемент мне очень нравится. Он действительно надежный. Высокий. Посмотрите, это цельный такой литой кусок. То есть здесь, по крайней мере, я вижу, что даже на высоких скоростях надежность точно присутствует. Демпфер рулевого управления, который не позволит вашим рукам, точнее сказать, вашей пятой точке, передать тремор на руки. Даже если такое произойдет, демпфер, эти все, всякие там трясучки, да и тремор погасит. Здесь можно еще регулировать, меньше, больше, наливать густотой, убирать. И это удобно и хорошо. Дальше по деке. Да что тут говорить, она огромная. Вы просто посмотрите. Куда-то же надо было прятать 50. А по некоторым данным 52 ампер час. Конечно, тем более это все-таки призматики. Наваренный мангал. Все по классике. Что там у нас с той стороны? Подножка большая, уверенная. А вот с другой стороны, если, Саня, облетишь, то увидим, во-первых, здесь преобразователь. Так называемый DC с радиатором, потому что вовнутрь его некуда было девать. И главное, конечно, здесь наклейка. Останавливают вас сотрудники, а вы ему наклейку. 250 ватт мощности. Он говорит, ну хорошо, а вес какой? А вы ему говорите, до 35 килограмм. Да какие до 25? Зачем это делать? Какой дурак в это поверит? Все, ребята, время этого прошло. Я понимаю, если у вас какой-нибудь электровело или маленький самокат, где это еще сработает? Здесь. Да и мне кажется, гораздо честнее будет. Останавливает вас сотрудник и говорит, ну что ж, товарищ, вы по тротуару. Да еще 90 валите. Какая мощность? А вы ему, да здесь 10 киловатт, епать. Да ладно. И он такой, да сколько едет? Покурили, постояли, обсудили, штраф выписали. Да все нормально. Будьте пацанами. Короче говоря, бесполезная наклейка. Ну, вдруг вы забыли, какая емкость у вас там аккумулятор или вольтаж. Тогда она нужна. Во всем остальном, вот это что? Не, я сейчас не про надпись. Я говорю вот туда. Вот, если заглянуть в этот прозрачный поликарбонат или это какой-то еще карбонат. Короче говоря, провода. Мы давно об этом говорим, еще помню с первых СИЦИП, но они здесь остались. Вот, может быть это как бы дань моде. Ну, или типа, чтобы вы не забывали, что здесь мощь внутри скрывается. Короче говоря, в автомобилях есть такая культура, когда, чтобы было видно капот, двигатель, они, значит, делают дырку в капоте. Либо, если это среднемоторный спорткар, чтобы было видно двигатель, они выставляют его на показ и за стеклом, значит, двигатель. А здесь, чтобы было видно аккумуляторную батарейку, компания, я понял сей секрет. Это специально все сделано на показ. 50 ампер часов, поверьте, должно быть видно. И при стоимости этого самоката в 185 тысяч рублей, напишите в комментариях, давайте предположим, сколько может стоить аккумуляторная батарея сюда. Ну, в случае, если она выйдет у вас из строя. 200 тысяч? 300? Напишите. По гусаку. Стандарт. Но, видим, вот это устройство, которое не позволит, ну, во-первых, оно не позволит вам сложить электросамокат. Но это и не надо. Кто складывает такую громадину? Давайте предположим, для чего? Убрать в машину? Поднять домой? Да нет, 80 килограмм, это только культурист, штангист может сделать. Нам это не нужно, поэтому здесь вежливо и хорошо уже в базе с завода компания Сициба устанавливает анти-люфтовый вот такой вот механизм при блуду. Это большой-большой журнячий лайк и хорошо. Вот она мигает сейчас, эта подсветка колеса. Мне прям не нравится. Реально. Отсекатель хороший, работать будет, грязь забирать будет, но вот сюда его чуть-чуть нужно будет довести, благо такая возможность отрегулировать его есть как спереди, так, конечно же, и сзади. Здесь с одной стороны, видите, вот открутили и эту саблю чуть-чуть вот сюда. Ну, кстати, сейчас стоит нормальная настройка, колесо спрятано, ничего лететь не будет. Сюда, конечно, лететь будет, но посмотрите, здесь какое пространство, то есть явно производитель закладывался, чтобы вместо этих колес на 12 дюймов, да, поставить сюда, например, 14-й. Но, честно скажу, по ширине, конечно, уже все. Мы видим, что крыло сюда не поставить, придется его снимать. Ну, если вы поставили все 14-е колеса, я думаю, зачем вам брызговики? Это же будет некий такой, как бы, пулялка некая, да, зачем сюда брызговики? Уже не нужно будет. Тормозная система ход, как перед, так и сзади. Соответственно, роторы большие, это, скорее всего, 180, а может быть, даже и больше. Давайте прокрутим, если получится колесо. Нет, не получится, получится спереди. Давай посмотрим, если или мы сейчас в любом случае пойдем разбирать, заглянем в мангал, снимем мотор-колесо, посмотрим на магниты, нам же это все интересно. Ну, не удается посмотреть, потому что все-таки тормозной диск стоит правильно, стрелочка с обратной стороны, и, скорее всего, указание, что за ротор, тоже с обратной стороны. Я вижу, так сказать, вездесущий, не везде сущий, а вездесущий, соответственно, вот такой вот стопарь. Он, кстати, везде, помните, и на Кугах, и на Минаках, и, короче, везде. Хороший, матированный фонарь с поворотниками. Давайте я включу, чтобы мы все видели. Здесь сейчас его на солнце не видно нифига, но ночью будет нормально. Благо, компания Сициба продублировала поворотники. И вот скажу, мне так все нравится. Да, он большой, да, он тяжелый, да, он, в общем-то, хотел сказать, дорогой, но по нынешним меркам нифига не дорогой. Здесь аккумулятор дороже. Короче говоря, он крутой. Реально, однозначно крутой. Он имеет право на жизнь. Сициба Пантера – это электросамокат, в кавычках, далеко не для каждого. Если вам нужен мобильный электросамокат, это другое. Если вам нужен быстрый электросамокат, то это он. Ну, то есть, если вы хотите прям навалить и еще, знаете что, видеть вот эти вот удивленные лица водителей автомобиля, когда вы им сзади мигаете, усвободи полосу, это круто. Владимир, кстати, сейчас продемонстрирует. Сидение высокое, выше поднимать не стали, потому что вот, ну реально, я метр восемьдесят. Метр восемьдесят и курок практически во рту у меня, мне можно, не понимаете? Я могу губами управлять, языком. Ну, короче говоря, это что-то с чем-то. Пульт управления хороший, мы везде об этом говорим. Грипсы, как лично для меня, с фиксацией, но тонковатые. Хотя антискользящный такой вот у них эффект хороший. Вот, видите, не крутятся, зафиксированы. Пульты все вместе с рулем нам все знакомы. Курок, все хорошо, здесь надежно. А главное есть сигнализейшн, друзья мои. Опа, мы где-то видели уже такие пультики. Давайте включим или заблокируем. Выключаем. Не работает ничего? Ограничение скорости. Вот это сейчас открытие. Вот опять очередной лайк компании Сициба. Я сейчас, на самом деле, впервые рассматриваю Пантеру. И мне интересно, как они до этого додумались. Вот, я не зря прошу вас в комментариях нам писать. Потому что при помощи ваших комментариев мы допираем, что это? Это ограничение скорости. Короче говоря, при нажатии какой кнопки? При нажатии любой кнопки этот прекрасный спорт электробайк становится маленьким и пушистым 25 км в час нежным зверьком. Дальше никуда не поедет. То есть, опять-таки, возвращаемся к этому обсуждению. Останавливает вас сотрудник, да? А вы раз! И 25 км в час. Все. С другой стороны, конечно, ну как поверить в это? Кстати, вот сейчас увидел. Покажи, Сань, видите, регулировка. Они специально сделали с запасом здесь, что у вас будет происходить регулировка. Вот. И, ну, короче говоря, это круто на самом деле. Никто такого не делал, чтобы ферму можно было отрегулировать. Потому что высота руля на фермах всегда регулировалась, помните, выносом. Вот. Откручивался, поднимался. И то там немного можно было поднять. Но все равно можно было. Короче говоря, у меня, вот честно скажу, к этому самокату претензий ноль. Я объясню почему. Да, можно там сейчас говорить, ой, эти болты, эти гайки, это надо. Вот там еще что-то. Колодки быстро изнашиваются. Вес большой. Короче, друзья. Если вы так говорите, вы никогда себе это не купите. Потому что те, кто это себе хочет, может и купит, он купит, доделает, допилит все, что его будет не устраивать. И будет пырять на нем, как не в себя. Вы можете там писать, ой, да это быстрый способ в макинтош взлететь, там, ниже трех метров, ниже уровня земли, там, и так далее, и тому подобное. Но тот, кто хочет, я вас уверяю, уже сегодня к нам приедет и купит это. А все остальные будут думать, ой, да он тяжелый, куда его поднять, да он вообще, куда, что разбиться на нем. Вот вы просто мечтатели. Короче говоря, те, кому он нравится, как и мне, как и Владимиру, как и Саньку, приедут и купят, и прокатятся, и посмотрят. Кстати говоря, просто так приезжайте посмотреть, посидеть, если залезете, ну и вообще приобщиться, что же такое большой, мощный электросамокат. А сейчас Владимир поднавалит и расскажет вам о том, как он едет. Поехали! Друзья, всем привет, с вами Владимир, и сейчас мы протестируем максималочку. Не знаю, вышла ли первая моя часть, где я уже пробовал, там посмотрели видео, картинка была не очень плохо, было видно. Хотя видно было только один руль, плохо видно было, дорога. Сейчас закрепим чуть-чуть к другому камеру. Один, включили GPS, один только минут, что нету. Зеркало, я думаю, оно не потребуется. Ну что, самокат крутой, друзья, на нем проехал уже 5 километров, но это просто пушка. Ну не знаю, то есть... Это шикарный самокат. Я сейчас в плане своей езды, то есть по максималке, по городу, ну, круче всех. Вольтаж у меня 8, с точкой 4, немножко подразредил его. Так, надеюсь, что у меня не включены никакие ограничения. Все в порядке, все хорошо будет. Надеюсь, что камера за шлема не видит. и все будет круто у нас зеленый спокойненько выезжаю ну простите что наружу и 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 Я, конечно, офигел Скорость была 100 км в час Но быстрее в моем случае Он уже не поехал Ну, сотка по GPS Это очень круто Все-таки немножко он подритрепился Это, как полагаю, с первого старта Ну, 100 км я Нажимал в балас газ Очень круто Проверяем ли ящик на скорости Он его проглотил Даже не почувствовал Еще раз проглотил Вот это очень круто Поглотил Да, друзья Это, конечно, просто пушка Это топ Это топ за свои деньги Вот, не знаю, лучше ничего уже не придумал Поглотил 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 При этом еще и маневренный Не, байк очень крутой Точнее, электросамокат Тяжка у него на полосу заряжена Просто бешеная По тормозам претензий нет Но при этом Не обязательно носиться, как угорелым Можно и потихонечку ездить То есть тут позволяет все То есть он маневренный Хотя, вот, можно сказать Он здоровый, огромный, да Мы можем спокойно Им управлять Можно спокойно Включить задний привод Ну, в хорошем Все время на полном ездить Можно включить эко-режим Тогда он будет Не так сильно ускоряться Но то, что он разряжается Конечно, когда у вас Полностью заряжена батарея Он выдает, естественно Саму максимальную мощность Чуть-чуть мы покатались Потому что, во-первых Я, когда ехали Обзора снимать На нем проехал И там не жалел электроэнергию Я думаю, поэтому У меня не получилось развить Скорость свыше 100 Но я думаю, что Скорость 100 км в час Это очень достойный результат Ну, куда уже выше То есть сотки хватает Не, класс Ничего не гремит Ничего не стучит То есть сейчас нагрузки Были такие весомые на него А все хорошо Все шикарно Все отлично Интересно посмотреть начинку Что внутри То есть подразберем немножко Ну, я думаю, что многие из вас Кто любит такую технику Огромную, большую И так все знают Что внутри находятся Два огромных крутых контроллера Взаимозаменяемых То, что здесь, наверное Так лицо 6 см Может быть больше Не знаю сам точно Сколько Поэтому сейчас разберем Посмотрим Подписывайтесь на наш канал Ставьте лайк Не забываем ставить колокольчик И переходим в мастерскую На разбор Все Всем спасибо Всем пока И поставьте лайк По-братски Итак, друзья Все мы любим Заглянуть во внутренности И, как водится По традиции Раскидали пантерку Давайте посмотрим В общем-то И внутри Как и снаружи И для тех Кто будет это покупать Претензий здесь Ну, так сказать Не то, чтобы нет Но единицы Первая наша претензия И, наверное Единственное Это вот Но по-другому Быть, наверное И не могло Потому как Все-таки Электроники-то в нем Конечно же много И батарея Смотрите Большая Все-таки Это 50 ампер часов Не 52 Еще как-то И нас еще интересовала Дата производства Дата производства 28-й Седьмой Месяц 2023 года То есть Этой аккумуляторной Батареи Чуть-чуть Более месяца То есть Это говорит о том Что поставка Свежая Самокат Свежий Аккумуляторные батареи Только-только Начинают жить По копне проводов Понятно Что гидроизоляция Здесь нужна И, честно говоря Это ужас Для любого мастера Потому что Посмотрите Какое количество Я бы даже сказал Безграничное Различных разъемов Фишек Соединений Предохранителей Релешек Вот здесь Сань покажи Даже Вот там И сигналка И здесь еще Что-то Какая-то штуковина Ну короче говоря Работы здесь Реально много Трогать мы не стали Потому что Самокат новый Понятно Что там Полтинники Синусные контроллеры И это все понятно Потому как Самокат едет И в общем-то Ну как бы Это наверное Единственная претензия Но она не претензия Она больше все-таки Прямо относится К техническим характеристикам Потому что здесь Есть в этом самокате Все Поэтому здесь Много проводов Дальше По К мотор-колесу Значит Есть какой-то налет Это вполне возможно Заводской какой-то Лак Который соответственно Ну так Таким образом Какой-то типа Знаете Тальк Или еще что-то В общем Мы пришли К сведению того Что это На заводе Наносится Какое-то покрытие Не знаю для чего Если знаете Напишите в комментариях Ну вот Мы обязательно Прочитаем Будем знать Но посмотрите Как сам Статор сделан Здесь все Насколько Вот плотно Лежит То есть Ничего не торчит Есть относительный Компаунт По плате Значит Здесь какие-то Прокладочки Защищающие Соответственно Все соединения Моторные И ширина Ну точнее Длина Магнитного Вот этого Магнитной Поверхности Ответной 6 сантиметров 6 сантиметров Конечно При такой мощности При таком Вольтаже Давно Пора Уже Делать И более То есть И 6 с половиной И 7 И нагреваться Они будут Меньше И ходить Конечно же Дольше Ресурс вырастет Но пока Имеем Что имеем На сегодня Это топ Точно такой же топ То есть Вышка То как Сделаны здесь Рычаги И ответные части Смотрите Внешняя часть Стоит вот такой Патрон Соответственно Втулка Завтуллена Внутри Два Видно Сдвоенных Подшипника Причем подшипники Видите Они такие Закрытые Их не видно То есть Соответственно Какое-то Количество влаги И какое-то время Этот подшипник Будет сопротивляться То же самое На раме самоката Сань Покажи Пожалуйста То же самое Впрессованные Подшипники Вот То есть Говорить о том Что здесь Даже если вы будете Активно эксплуатировать Свой самокат Будет какое-то яйцо Или разрушение По Вот этой вот Задней оси То конечно Не приходится Все здесь будет хорошо Везде Быстросъемы Это тоже Отдельный Респект и лайк И посмотрите Как четко Сварен Мангал Ну по-другому Друзья мои Быть и не могло Потому что Это реально Самокат Который Совершенно Спокойно Догоняет И обгоняет Автомобили Средняя скорость Движения Средняя На этом самокате Спокойная Крейсерская Это 70-80 Км в час Максималка Которую развил Владимир 100 км в час И он говорит Это то что Ну при идеальных Условиях А идеальные условия Это наверное Райдер весом 75 кг Это наверное Отсутствие Какого-либо веса И чуть-чуть Подлиннее прямая И он говорит Что скорость Была бы За 110 Ну плюс-минус Как бы вот Вокруг этой цифры 110 км в час А 110 км в час Это совершенно Другая лига Во всем остальном Посмотрите Есть камеры Накачивания Для соответственно Подвески Сейчас мы с вами Только посмотрим Одна ли здесь камера Я вижу Вот только Верхнюю камеру Внизу Нет Есть и нижняя Все Вот две камеры То есть это Еха у нас Какая сейчас Мы посмотрим Пятая Ну двухкамерная Короче говоря Два амортизатора Сзади двухкамерных Вроде бы Это 165 мм Везде Все на подшипниках Все хорошо Сварено Гидроизоляция Рубашка Завели Ну это уже Такая история То есть представляете Если не делать Гидроизоляцию Здесь у вас Все намокает Соответственно Намокать будет Уже по инерции Вот эта вся Оплетка Заходит Которая Вовнутрь мангала Здесь тоже Будет Все мокрое Поэтому Гидроизоляция Конечно Должна быть Это ни для кого Не секрет Самокат дорогой Самокат быстрый А главное Высокотехнологичный С высокотехнологичной Электрикой внутри Поэтому Это все нужно Обезопасить Но в общем Кому я рассказываю Те кто это будет покупать Они это и так знают И без проблем Это все будут делать В люксилу.ру А вам друзья мои Спасибо за просмотр Приезжайте Пощупать Посмотреть Потрогать И по большому счету Покупайте И наслаждайтесь Лето еще не ушло Весна Весна Осень конечно же Порадует нас бабьим летом Поэтому есть еще Где и когда Понаваливать Спасибо за просмотр Поставьте лайк Напишите комментарий И до новых встреч Пока